Хьюит Брайан Джордж Хьюит Брайан Джордж Преподает лингвистику в университете Хула. С 1988 по 1992 годы преподаватель лингвистики и кавказских языков в школе восточных и африканских исследований. В этой же школе в 1992-1996 годах он старший преподаватель. С 1996 года профессор кавказских языков. Джордж Хьюит – первый президент Европейского общества кавказоведов, почетный консул Республики Абхазия в Великобритании, член Британской академии, почетный член Международной Черкесской академии наук, член Абхазской академии наук, почетный профессор Абхазского государственного университета. Награжден Абхазским орденом Ахдзабша в 2004 году. Медалью Министерства иностранных дел Абхазии за заслуги в 2013 году. Джордж Хьюит – автор или редактор 18 книг, автор 217 научных статей и рецензий. Добро пожаловать на нашу передачу «На кафедру». Место Кавказа в современной геополитике. Вот двумя словами, есть у вас точка зрения по этому поводу? – Ну, идеально, очень хорошо было бы, если мы имели возможность говорить о кавказском векторе. Но, к сожалению, я думаю, что пока рано, потому что первым долгом нужно решить здешние конфликты. Потом, если это реально, надо произойти региональная интеграция. Для ученого-лингвиста, кто занимается языками, я думаю, что характерно очень бережное отношение к языкам, к культурам. Вот скажите, на Западе в разное время возникали разные теории. Скажем, теория ловильного котла была теория, потом возникла теория мультикультурализма и еще новые концепции. Я не буду распространяться. В целом, ваши отношения. – Как европеец, как вы относитесь? – Да-да-да, я понимаю. Как представитель крупного этноса, я здесь ничего страшного не вижу. Для меня все равно один или второй вариант. Но я, конечно, понимаю, если представители этнических меньшинств имеют другой подход, если они боятся утраты языка и культуры. Но для меня все равно мультикультуризм или второй вариант. – Спасибо большое. Ваша позиция ясна. Но я вас приглашаю на лекцию. – Ага, спасибо. – Добрый день, друзья. В эфире кафедра лекций на Абхазском телевидении. Гость нашей программы – Джордж Хюитт. Профессор кавказских языков Лондонского университета. Почетный консул Республики Абхазия в Великобритании. Добро пожаловать. – Я назвал свою презентацию исторические и современные аспекты иностранных интересов на Кавказе. Я не смогу, конечно, раскрыть все аспекты, но надеюсь, что то, что я скажу, будет вам интересно. Учитывая важное положение Кавказа на пересечении Европы и Азии, где он, если можно так выразиться, образует мост между Западом, где доминирует христианство, и Востоком, преимущественно нехристианским, неудивительно, что такой относительно небольшой участок Земли в течение столетий привлекал внимание крупных держав, среди которых можно вспомнить греков, римлян, персов, арабов, турок и русских. Если в целом классифицировать иностранные интересы, их можно выделить в три группы. Первое. Экспансия в плане расширения фактического, физического присутствия иностранного актора или в более абстрактном смысле общее влияние этого актора в регионе. Второе. Приобретение и желание распространять знания о местности, ее народах и культурах, включая, конечно, и их языки. И третье. Торговля. Таким образом, мы рассмотрим некоторые важные вопросы, по возможности делая акцент на Западном Закавказье, которое представляет особый интерес для данной аудитории. При этом ограничимся работой ученых и путешественников, как указано во второй группе. Известны западным цивилизациям с 8 века до нашей эры, когда древние греки, в основном ионийцы из Милета, основали колонии, например, нынешнюю Питсунду, на восточном побережье Черного моря, Западный Кавказ и в особенности Западное Закавказье всегда отличались своим этническим многообразием. Хорошо известно, например, что на заре эры христианства географ Страбон сообщал, как диаскурия, позже названная Себастополисом, что обозначает теперешнюю столицу Абхазии Аху, служила коммерческим центром для народов, живущих в горах над ней и в близлежащих окрестностях, в то время как Плиний Секунд во второй половине первого века нашей эры сообщает о ней как о безлюдившем колхидском городе, ранее знаменитом тем, что здесь встречалось до 300 представителей народов, говорящих на различных языках. И, как сообщал Страбон, чтобы торговать с ними, римлянам нужны были 130 переводчиков. Колхида, конечно же, была легендарной страной Золотого Руна из популярного мифа о Яссоне. И, к сожалению, в последние годы этот миф стал частой темой утомительных националистических дебатов о том, какой кавказский народ или народы были истинными жителями этого государства. К сожалению, создается впечатление, что очень часто определенные комментаторы не способны отличить легенды от исторической реальности. На самом деле, наиболее вероятна версия о том, что эта территория всегда была многонациональной, как точно отмечал менгрельский ученый Симон Джанаши. Колхида у древних имела довольно широкое определение, применяемая скорее как географический, а не политический термин. И даже тогда у нее не было четко очерченных границ, хотя у Страбона она простиралась от Пицунды на севере до Трапезунда или Трапзона в Турции. Хотя у нас есть список племен, населяющих восточное побережье Черного моря с середины первого тысячелетия до нашей эры, нельзя с полной уверенностью ассоциировать их с той или иной этнической группой, которые, как известно, проживали здесь позднее, так как древние греки, к сожалению, не особо интересовались представителями других народов или особенностями их языков. Однако, начиная с первого века нашей эры, мы можем с уверенностью говорить о жителях как минимум части территории современной Абхазии, так как в работах Плиния Секунда 23-79 г. н. э. говорится об абсилийской расе, генс абсилами, а столетиям позднее в работах Ариана 86-160 г. н. э. описываются абсилы, в то время как самоназванием абхазов, как нам известно, является абсуа или абсуа. Северными соседями абсилов были абазги, абазкой или абазгой на греческом. Прокопий Кесарийский, 500-565 г. н. э. в своей истории войны с готами также сообщает о соседях абазгов, народе, который он называет Брухой, что справедливо считается первым четким упоминанием в истории убыхов, которые называли себя Тахо. За последние 20 лет я несколько раз анализировал древние этнонимы, последний раз в своем обширном онлайн обзоре книги Дональда Рейфилда «О крайной империи. История Грузии». Я не могу здесь повторить все аргументы, но я хотел бы остановиться на идентичности народа, упоминаемого как Миссимиани, историком Агафьем Миринейским, который написал хронику 552-558 г. во время правления императора Юстиниана I. Грузинские комментаторы в течение десятилетий выдвигали гипотезу о том, что это племя, а также большинство, если не все других племен, которые классические авторы упоминали как проживающих в регионе, были в той или иной мере картвельскими. Классицист Симон Кахчишвили утверждал еще в 1936 году в этой самой книге, что Миссимиани были сванами, а этот древний термин произошел от самоназвания сванов «мышван» или «шванар» во множественном числе, и, к сожалению, Рейфил повторил это заключение, даже не попытавшись перепроверить его. Хотя с первого взгляда такая интерпретация и может показаться разумной, внимательное прочтение текста Агафья доказывает ее несостоятельность, и Кахчишвили, как выдающийся классицист, не мог не знать об этом. Агафий помещает крепость Тибелиус на границе территорий Миссимиан и Апсилов. Этот топоним, без сомнения, относится к Цабалу в Кадорском ущелье. И Агафий описал убийство Миссимианами византийского генерала Сатериха таким образом, цитата, «Сатерих спустился в страну так называемых Миссимиан, которые, как и Апсилы, являются подданными царя Колхов, но говорят на другом языке и живут по своим законам». Этот перевод является достаточно двусмысленным, так как непонятно, какие два из трех перечисленных народов сравниваются в плане их языка и обычаев, Миссимиани и Апсилы или Миссимиани и Колхов? Является ли оригинальный греческий текст столь же открытым для противоречивых интерпретаций? На самом деле, по ряду причин, которые у нас сегодня нет времени обсуждать, я могу сказать, что это заключение абсолютно четко гласит на греческом. Хотя Миссимиани и являются подданными Колхов, они отличаются от них языком и обычаями. Фраза «как и Апсилы» дополняет первое основное высказывание о Миссимианах и должна быть понята как утверждение о том, что и Миссимиани и Апсилы являлись подданными Колхов. Сопоставив эти наблюдения с последним отрывком этого текста Агафия о том, как Миссимиани убили посла от Апсилов, несмотря на тот факт, что Апсилы были общим с ними, возможно, родственным и соседним народом, мы можем с уверенностью заключить, что Агафий предоставляет неоспоримое свидетельство культурного и лингвистического родства между Апсилами и Миссимианами. В своей истории Агафий упоминает и о сванах, но он даже не пытается связать их с Миссимианами, что еще раз подтверждает правильность связывания Миссимиан с Апсилами. А так как Апсилы, вне сомнения, были предками абхазов, Миссимиани, должно быть, были всего лишь подгруппой этой этнической группы, как уже давно утверждают абхазские ученые. И, скорее всего, этот греческий этноним был попыткой перевести абхазскую фамилию или имя рода Маршан, так как представители знатного рода Маршан традиционно жили в окрестностях Цабала, как и указывал покойный Юрий Воронов. Таким образом, существуют важные сведения, связанные с восточным побережьем Черного моря в период до того, как Абхазию стали связывать с грузиноязычными землями. И эти сведения содержатся в трудах различных древних авторов, которые хотели либо предоставить информацию о данном регионе, как Плиний и Ориан, либо написать хронологию имперской деятельности Рима здесь, как Агафий и Прокопий. Следуя далее, мы узнаем, что в X веке арабский географ Аль-Масуди, как и за тысячу лет до него, сообщает о языковом многообразии, обнаруженном на Кавказе, и он называет этот перешеек Джабал-Аль-Аль-Сум, гора языков. Около 14-го столетия на восточном побережье Черного моря стали появляться генуэзские торговые пункты, и во время их нахождения здесь в 1404 году через Кавказ проезжал архиепископ Иоанн де Галанифонтибус, сделав на латинском языке следующие краткие, но не всегда точные записи. Страна, называемая Зикия или Черкесия, лежит у подножья гор на Черном море. У них есть свой язык и письменность. Позади них, Черкесов, находится Абхазия, маленькая холмистая страна. У них есть свой язык. К востоку от них, по направлению Грузии, лежит страна под названием Менгрели. У них есть свой язык. Грузия находится к востоку от этой страны. Грузия не является единым целым. У них есть свой язык. Конец цитаты. В то время как спорной является правильность отожжения зихов с черкесами, тема современного спора между абхазскими и черкесскими учеными, который я не буду сегодня затрагивать, удивительное является упоминание о черкесской и абхазской письменностях в столь раннюю эпоху. Но, тем не менее, крайне важным является четкое разграничение между Абхазией и Менгрелией, Абхазами и Менгрелами и грузинами и Грузией. Теперь в нашей истории пришло время для католической церкви. Хотя просьба грузинской царицы Русуда в 1222-1245 годы дочери царицы Тамар к папе Григорию IX о военной помощи против монголов была отклонена, все же в 1289 году Папа Николай IV отправил миссию, которой царь Вахтанг позволил создать епархию в Тбилиси. Но лишь в 1620-х годах Ватикан стал более серьезно интересоваться за Кавказьем. Этот интерес стал результатом посольства царя Теймураза к королю Испании и к папе под видом некоего Никифоро Ирбаха, который путешествовал в конце 1626 или начале 1627 года. После этого Фиде Пресс в Риме напечатала первые грузинские книги между 1629 и 1643 годами. Но для нас более важен тот факт, что Театинский орден послал миссионеров Менгрелю в тот период, когда атаманские турки внедряли ислам на побережье в Абхазии и Черкесии. Дон Архангело Ламберти 1600 и 1699 годы жил в Менгрелии 20 лет с 1633 до 1653 года, написав известное описание Менгрелии на основе своего опыта там. А Дон Джузеппе Гидис также посылал письма из Менгрелии в Рим в 1640-х годах. Оба этих источника содержат замечательную информацию о жизни в миссии и ее окрестностях. Их работы следует дополнить произведением наполовину турка, наполовину абхаза, путешественника Эвлия Челеби. Его книга «Путешествий», написанная в 1640 году, содержит помимо грузинского особо ценный лингвистический материал о не имеющих письменности языках абхазском, убыхском, который он называл садский абаза, черкесском и мингрельском. Одним из наблюдений, которые сделал Челеби, было то, что ведущие абхазские семьи также говорят на мингрельском. Павел Инго Роква намеренно опустил слово так же, когда в конце 1940-х годов сфабриковал свою абсурдную гипотезу о том, что народ, который мы сегодня знаем как абхазов, мигрировал в Абхазию с гор только в 17 веке и принял на себя название истинных грузиноговорящих или же говорящих на картвельском абхазов. Безусловно, абсурдная теория. Ламберти поместил границу между абхазами и мингрелами на реке Кадор, и эту информацию перенял у него франко-британский путешественник сэр Джон Шарден 1643-1713, который в своих собственных комментариях о мингрелии указал особый факт, что для того, чтобы быть посвященным сан священника, там не обязательно было иметь образование. Достаточно было уметь читать и выучить наизусть а затем всю жизнь повторять текст церковных служб, которые проводились на грузинском. Очевидно, это представляло такую же трудность для мингрельского духовенства, не говоря уже о неграмотных мингрельских крестьянах, как понимание латыни для их современников, крестьян Западной Европы. Очевидно, этот аргумент стоит рассматривать в спорах о том, являются или нет мингрелы грузинами. Вслед за монгольскими нашествиями и опустошительными набегами единое средневековое грузинское государство раздробилось, а различные его части стали добычей Турции на западе и Персии на востоке. Российские интересы, требующие продвижения на юг, привели к отправке различных посольств от царей к грузинским правителям между 1589 и 1605 годами. Однако только с конца 18 века Россия стала реальным игроком здесь, угрожая в основном мусульманским народам Северного Кавказа и укрепляя связи с Закавказьем путем строительства военной грузинской дороги между Владикавказом в Северной Осетии и Тбилиси и открытия на ней постоянного сообщения около 1799 года. Однако считается бесспорной истиной, что для осуществления эффективной политики в другой стране сперва необходимо приобрести основательные знания о ней. А уровень неведения о Кавказе, существовавшей в России при Екатерине Великой, хорошо описывается в цитате из книги Изабель де Мадарьяга о Екатерине Великой. Цитата. «Российские отношения с Кавказскими царствами были сложными и непрочными, и зачастую местным командирам позволяли действовать, полагаясь на собственное усмотрение или неосмотрительность. Так мало было известно об этом регионе, что когда эмиссар эмеретинского царя Соломона попросил, чтобы его приняли в Санкт-Петербурге в 1768 году, Екатерина потребовала принести ей карты и обнаружила, что согласно некоторым из них Тифлис находится на Черном море, а согласно другим — на Каспийском. России необходимо было разобраться со своими южными границами, и она инициировала несколько исследовательских миссий, предпринятых Академией наук. Первая такая исследовательская группа возглавлялась Иоганном Антоном Гильденштеттом в 1745 и 1781. Родившийся в немецкой семье в Риге, он получил докторскую степень во Франкфурте-на-Одере. В 1768 году его пригласили возглавить экспедицию из семи человек на Кавказ по поручению Императорской Академии, полноправленным членом которой и профессором естественных наук он стал в 1771 году. Екатерина приказала снарядить несколько подобных экспедиций, чтобы собрать информацию о ее империи. Кавказская группа провела семь лет в своих путешествиях. Из них 12 месяцев ее участники провели в Западном Закавказе. Хотя информацию о Менгрелии или Чхуме, группа смогла собрать только из империи, так как им казалось слишком опасным пытаться проникнуть непосредственно в сами эти области. Гильденштетт умер в Санкт-Петербурге в 1781 году в возрасте всего 36 лет. В результате этой экспедиции были написаны два тома. После смерти Гильденштетта они были изданы в Санкт-Петербурге Петером Симоном Палласом под названием «Путешествие через Россию и Кавказские горы». Работа написана в форме дневника, описывающего, где и когда побывала группа и что они видели, местность, почву, воду, флору, фауну, насекомых, население и занятия местных жителей. Гильденштетт уделял внимание и языкам, обсуждая их родственность и возможное происхождение. У него был список слов, переведенных, хотя и с пробелами, на различные языки, чтобы провести сравнение. 290 слов представляли собой большинство лексических единиц, которые он смог описать. В четвертой языковой семье он сгруппировал кабардинский и абхазский, кабардинский и прибрежный абхазский, в противовес северокавказскому абхазскому, иными словами, непосредственно абхазский, в противовес абазинскому. В северо-западной кавказской семье нет упоминания о бубыхском. Переводы делали с помощью переводчиков. Сам Гильденштетт не знал не только местных языков, но даже русского. Из-за этого обнаруживается непоследовательность его трактовка. Многие языки из списка Гильденштетта были записаны впервые, пусть даже и в виде такого небольшого списка слов. На базе его лексических сравнений Гильденштетт первым достиг определенных результатов в классификации этих языков и сделал весьма уместное наблюдение, что, цитата, Менгрельский занимает то же положение по отношению к грузинскому, как нидерландский по отношению к немецкому. Конец цитата. Гильденштетт не поленился ознакомиться и с историческими документами. По поводу отношений между Грузией и Абхазией он отмечал, цитата, в былые времена эта страна, Абхазия, имела собственного правителя, который в грузинских хрониках упоминается как царь Абхаза, царь Абхазии. Позднее она долгое время принадлежало грузинскому царю, который упоминался как царь Абхазии и Картли, то есть Грузии. Во время этого правления стало распространяться греческое православие и в Бичвинде и Цунде была даже резиденция патриарха, в то время как в Мокве и Дранде были размещены архиепископы. Позднее они стали независимыми от Грузии и у них нет единого правления, конец цитаты. Говоря о грузинской провинции Менгрелия и районах Адиши, лежащего к северу и западу от Менгрелия, а также Личхуми, он утверждает, что, цитата, в Адиши они говорят по-менгрельски, в то время как в Личхуми на смешанном менгрельско-эмеретинском диалекте, конец цитаты. Тексты Гильденштета, без сомнения, стоят изучения. Названный при рождении в 1744 году в Айстлебене, Германии, крестьянам Рудольфом Элихом, Якоб Райнекс учился в университете Лейпцига и получил степень доктора медицины в Тирнау в Венгрии в 1773 году. С 1779 года он работал на царя «Картли» или «Картли-Кахетти», Ираклия, где он вел западную систему печати денег и изготовления пороха. Он руководил типографским и печатным делом в Тбилиси. Райнекс привлек внимание российских властей и Георгий Потемкин назначил его личным уполномоченным при обредененном картли-Кахеттинском дворе Ираклия. Таким образом, он был включен в план России убедить как Ираклия, так и его союзника, меридинского царя Соломона принять пророссийскую ориентацию. Кульминацией этой схемы было подписание Георгиевского трактата с России при Екатерине Великой в 1783 году. Находившийся в это время на Кавказе Райнекс хорошо изучил весь регион. Его записи были опубликованы в двух томах в 1796-1797 годах на немецком, под заголовком «Общее историческое и топографическое описание Кавказа». Он не был особо сведущ в филологии, однако в следующей выдержке он правильно указывает границу между Абхазией и грузинской провинцией Менгрелия. «Река Ингур разделяет Абхазов и Лазов от хорошо расположенной плодородной местами низменной, местами горной провинции, известной как Менгрел или Саменгрела, то есть Менгрелия. Таким образом, он поместил границу на реке Ингур. Однако его лингвистическая наивность демонстрируется следующим комментарием, цитата «Менгрелы — это наименование народа, проживающего здесь и имеющего собственный язык. Он представляет собой смесь диалектов кавказских, греческих и грузинских слов, чего не сказал бы сегодня ни один лингвист. Однако в отношении спора об исторических связях Южной Осетии, комментарий Райникса может представлять определенный интерес. Он говорил, «И на деле они, юго-осетины, даже сейчас живут в той местности, которую сперва Плиний, а затем Моисей Харенский назвали вотчиной асов и хоси». Конец цитаты. Такой вот небольшой комментарий о Южной Осетии. Такого рода лингвистические наблюдения, сделанные Гильденштеттом и Райнексом на Кавказе относительно генетической принадлежности встречаемых здесь языков, соответствовали известному высказыванию британского ориенталиста Сэра Вильяма Джонса во время лекций в 1786 году о том, что между латынью, греческим и санскритом существует слишком много сходных черт, чтобы объяснить это чем-то иным, кроме как предположением об их общем происхождении. Осознание этого подтолкнуло к изучению языков Европы, Азии и всего мира для понимания природы их диверсификаций и для классификации их по языковым семьям. Далее, в поддержку интереса Российской Академии к Кавказу, Юлиус фон Клапрот, родившийся в Берлине в 1783 году, провел 16 месяцев на Кавказе в 1807-1808 годах, после своей предшествующей миссии в Китай. Он умер в Париже в 1835 году, проработав там 10 лет. Результаты его усилий на Кавказе были опубликованы в 1812 и 1814 году под кратким заголовком, который, если перевести с немецкого, звучит так «Путешествия по Кавказу и Грузии». Английская версия появилась в 1814 году, в то время как французский перевод вышел в 1823 году в Париже. Клапрот утверждает, что ему было дано указание использовать и исправить материалы, оставленные его предшественники. И в дополнительном томе своей изначальной публикации под названием «Кавказские языки. Дополнение к путешествию на Кавказ и в Грузию» он хвастается, что превзошел Гильденштейта в плане способности сравнивать кавказские и другие восточные языки. В то время как Гильденштейт ограничился изложением словарных единиц и комментариями к ним, Клапрот опровенчиво попытался перейти к грамматике. Однако его поверхностные и зачастую ошибочные замечания отбросили его на шаг назад по сравнению с его предшественником. Как и многие другие, Клапрот не мог удержаться от искушения найти типичные индоевропейские, особенно греческие или латинские структурные закономерности в языках, не входящих в эту конкретную языковую семью, приписывая кавказским языкам наличие в них винительного падежа, там где наличие этого падежа никак не подтверждено. Особенно интересен в этом плане Менгрильский. Также он отверг точную классификацию Гильденштейта, утверждая, что абхазские и черкесские языки не обладают генетическим родством и предположил существование абсолютно ошибочной связи между черкесским, финским, остяцким и вагулским языками, основываясь всего лишь на немногих лексических сходствах. Он не был знаком с основным принципом сравнительной лингвистики, разрабатываемым в то время, который гласил, что генетическая принадлежность языков должна быть подтверждена путем установления четких звуковых соответствий, позволяющих проследить общий источник этих языков. Французский ориенталист Мари Фелисите Бруссе 1802-1880 стал изучать грузинский и армянский после китайского, как и Клапрут. Приглашенный в Россию в 1837 году, он уже в следующем году был избран членом российской академии. Он продолжал работать в академии до 1880 года, когда болезнь вынудила его вернуться во Францию, где он и умер. Бруссе на практике владел как грузинским, так и армянским и внес вклад в распространение знаний об этих культурах в Западной Европе в области как филологии, так и истории, переводя и грузинские, и армянские хроники на французский язык. Он был первым не грузином, владеющим грузинским языком, и даже писал о грузинском до того, как его пригласили в Россию. Хотя Бруссе внес огромный вклад в изучение и знания грузинского, он ошибся, классифицировав этот язык как член индоиранской ветви индоевропейской семьи. Другим ученым, который ошибочно приписал грузинскому и другим картвильским языкам индоевропейский статус, был немец Франц Боб, который читал лекции по данному вопросу между 1842 и 1845 годами. Боб не знал грузинского и даже не бывал на Кавказе, а в своих сырых заключениях полагался на Бруссе в отношении грузинского, и другого немца, Георга Розена, коллеги по Германской академии наук, который в действительности проводил исследования на Кавказе относительно языков, родственных грузинскому. Розен привез в Берлинскую академию три исследовательских работы, сперва в 1843 году о языке лазов, затем в 1844 году об осетинском языке и затем в 1845 году о мингрейском, сванском и абхазском языках, где он правильно обнаружил близость абхазского языка к черкесскому, что уже отмечал Гильденштетт. Занятно, что Розен надеялся отыскать на территории Абхазии племя под названием Азра, которая, как он считал, скрылась от него. Кем были эти Азра? К 1840 году имперские усилия России по доминированию на Кавказе были в самом разгаре, и в ходе 1830-х годов группа британцев попыталась воспрепятствовать экспансии Москвы в этом регионе, которая рассматривалась как потенциальная угроза британскому контролю на индийском субконтиненте и подходом к нему. Участник этой компании, Дэвид Уркухарт, был своего рода путеводной звездой данной группы. Они предпочитали турецкое присутствие российскому в этом регионе, что, по их мнению, больше совпадало с интересами Британии. Группа убеждала жителей Северо-Западного Кавказа противостоять России. Уркухарт, как вы возможно знаете, разработал дизайн черкесского флага, который используется по сей день, и надеялся убедить британское правительство поддержать их предприятия на Северо-Западном Кавказе. Это им не удалось, но двое участников группы, Джеймс Станислаус Белл и Джон Лонгворд, были в числе тех, кто путешествовал на Кавказ в промежутке между серединой и последним десятилетием XIX века и оставили ценные сведения о местных жителях, их землях и образе жизни. В своем двухтонном труде, описывающем трехлетнее пребывание среди черкесов в 1837-1839 годы, Белл назвал три этнолингвистические группы, среди которых он жил. Абаза, под которыми он имел в виду убыхов, как ранее это обращение использовал Челеби, во-вторых, черкесов и в-третьих, азров. Азра представляет собой убыхский термин, азра, так убыхи называли абхазов. Таким образом, Розен, считая, что упустил азров, сам того не подозревая, встречал их и даже работал с ними, естественно называя их абхазами. В конце второго тома своей работы Белл поместил небольшой словарный список, чтобы проиллюстрировать языки трех местных народов. В абхазском списке мы встречаем современный термин агруа, мингрел. Однако там его значение было не мингрел, а раб, что без сомнения весьма красноречиво говорит о социальном положении мингрелов в Абхазии в 1830-х годах. Кажется, что современные черкесские термины, обозначающие мингрелов, тоже объединяют значения раб и мингрел. А я полагаю, что произошли эти слова от греческого «дулос», «раб», с социологической точки зрения интересная информация. Если Розен представил поверхностные материалы о нескольких других тогда неизвестных языках Кавказа своим коллегам-филологам, то другой этнический немец Антон Шифнер 1817-1879 годы из Сталина подготовил полное, по крайней мере для того времени, без детального описания синтаксиса, грамматическое описание северокавказского языка, причем выполнил эту работу с таким знанием и профессионализмом, особенно в точности анализа, применимого к системе звуков, что его труд превзошел все имеющиеся сведения о любом кавказском языке, включая даже грузинский. Член Санкт-Петербургской академии, он в конце 1853 года заинтересовался языком бац, или, как называют его грузины, цоватуш, вымирающим сейчас языком нахской войнахской семьи, на котором тогда, как и сегодня, говорили только в одной деревне, Земуалвани, в восточной Грузии. Шифнер никогда не был на Кавказе, но он работал с материалами, присланными из этого региона, и дополненными информацией, предоставленной ему его консультантами, носителями языка. Статус Шифнера как пионера российской академии по изучению кавказских языков был закреплен его последующими публикациями об аварском в 1862 и удийском в 1863, двух дагестанских языках. В дополнение к этим трем собственным важным трудам, Шифнер в течение следующих десяти лет работал над монографиями, возможно, самого известного из ранних исследователей кавказских языков, солдата барона Петра Услара, который воспользовался своей службой в качестве русского солдата на Кавказе, чтобы поработать над рядами языков, на которых говорили на территориях, завоевываемых на тот момент или недавно завоеванных силой российского оружия. Помимо полного описания абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргва и лизгинского, плюс табасаранского, опубликованного только в 1979 году в Тбилиси на основе вновь найденного манускрипта, Услар также был единственным, кто провел серьезную работу в области убыхского языка до миграции всего населения в Турцию в 1864 году. До того, как вышел оригинальный русский текст работ Услара, Шифнер перевел их на немецкий, переработав при этом материалы, особенно фонетику, и представив их в соответствии с порядком и принципами, которые он установил в собственных работах по грамматике. Немецкие версии публиковались в следующем порядке – абхазский 1863 год, затем чеченский, лакский, даргва, аварский и лизгинский. Таким образом, Шифнер является тем ученым, который в известной мере основывался на работе, начатой только в 1770-х годах комиссией Гильденштетта, и направил изучение кавказских языков по пути, который можно признать истинно современным. В дальнейшем очень ценные исследования на Кавказе проводились по ряду дисциплин в конце 19-го, начале 20-го веков императорской российской академии или по ее поручению, и публиковались в таких замечательных сериях, как сборник материалов для описания местности и племен Кавказа. Эти исследования являются заслугой ученых, которые их проводили. Хотя после того, как Кавказ был включен в состав Российской империи, вероятно неверно рассматривать российские исследования для демонстрации иностранных интересов здесь. Продолжателем немецкой кавказологической традиции с начала века и до своей смерти был Адольф Дир, 1867-1930, работавший сперва в Тбилиси, а затем в Мюнхене. Его многочисленные публикации включали грамматические наброски всех автохтонных кавказских языков. Кавказ, помимо того, что является приманкой для лингвистов, привлекает также и альпинистов. И нельзя не упомянуть человека, который первым поднялся на самую высокую вершину в Европе, гору Эльбрус, центральной части кавказского региона, в Кабардино-Балкарии. Речь идет о британском альпинисте и баристере Дугласе Уильяме Фрешфилде, 1845-1934. В свою замечательную двухтомную работу исследования Кавказа, впервые появившуюся в 1896 году, он включил трогательную главу «Одиночество Абхазии», описывающую пронизывающую опустошенность всего лишь через несколько лет после великого массового переселения махаджирства большого количества абхазского населения вместе со всеми убыхами и большинством черкесов в атаманские земли, в основном, как вы знаете, на территорию современной Турции. С установлением советской власти по всему Кавказу в 1921 году сюда неизбежно стало намного сложнее путешествовать, чем во времена царизма со всеми их бюрократическими проволочками. Одним лингвистом, который сумел приехать в Тбилиси в 1920-х годах для работы над грузинским языком, был норвежец Ганс Фокт, который в 1936 году опубликовал сборник текстов и словарю бухского языка. Американский иностранный корреспондент Ник Ли Фарсон, также посетивший этот регион в 1929 году, опубликовал великолепный отчет о своих приключениях под названием «Кавказское путешествие», опубликованный в 1951 году. Как только Сталин получил полную власть в Кремле, иностранцам Запада стало практически невозможно приезжать в эти края, хотя немецкий кавказолог, в основном грузинист Герхард Детерс, все же сумел приехать на Кавказ во время вторжения нацистов во время Второй мировой войны. Отсутствие доступа на Северный Кавказ сохранялось на протяжении всего советского периода, хотя доступ в Грузию, включая, конечно, и Абхазию, впоследствии был открыт. Сюда приезжала польско-американский антрополог Сула Беннет, и главным результатом ее исследования стала книга «Абхазы. Народ долгожителей Кавказа», вышедшая в 1974 году. Таким образом, большую часть советского периода лингвисты, которые хотели работать по кавказским языкам, а были действительно те лингвисты, которые работали по этому региону, в течение этих десятилетий вынуждены были находить для этого носителей языка среди общин диаспоры в Турции. В этом отношении особого успеха достиг француз Жорж Дюмизиль 1898-1986. Работая в Турции с 1925 года и зная турецкий язык, он заинтересовался кавказскими общинами, живущими там. Хотя он писал свои работы и по грузинскому, армянскому, ласскому и аварскому языкам, большинство своих лингвистических трудов, в отличие от исследований по мифологии, он посвятил языкам северо-западного Кавказа, особенно убыхскому, в основном после 1950 года при сотрудничестве с последним носителем языка Тефиком Эссенчем, который умер в 1992 году, и черкесскому, хотя одну книгу он посвятил абхазскому языку, вышедшую в 1967 году. Его работа была продолжена его парижским студентом, ныне покойным Жоржем Шарашидзе, который публиковал работы в основном по албухскому, но также по аварскому и абхазскому языкам, в то время как другая студентка, покойная Катрин Пари, работала над изучением черкесского. Следует также упомянуть голландского ученого Айрта Куйперса, родившегося в 1919 году. У меня нет его даты смерти, возможно, он еще жив. Вся работа 1960 года, фонема и морфема в кабардинском языке, быстро стала классической. Среди его учеников специалист по черкесскому языку Рикс Смит. В Англии классицист-фонетист Сидни Аллен, 1918-2004, также написал важную работу «Структура и система абазинского глагольного комплекса». Сидни Аллен был одним из моих профессоров. На основе соглашения об обмене, достигнутого Советским Министерством образования и соответствующими структурами в западных странах, несколько студентов и или исследователей смогли провести до одного учебного года в разных частях Советского Союза, включая и Грузию. В основном таких приезжих интересовали язык, литература или распространение Библии через грузинский и армянский языки. Этот последний предмет изучения имел особенно долгую традицию на Западе, что можно проследить в работах таких ученых, как Фредерик Конибир, Кирса Плейк, Роберт Блейк, Моррис Бриер, Невил Бирцал, Мишель Ван Эсбрук и все еще работающий во Франции Бернард Аутиер. Благодаря такому соглашению с Британским Советом я сам в качестве аспиранта Кембриджского университета получил возможность провести 1975-1976 учебный год, а затем еще раз 1979-1980 учебный год в Тбилиси, изучая грузинский. Также я узнал об абхазском языке, не представляя в то время, насколько тесно судьба меня свяжет с Абхазией как в профессиональном, так и в личном плане. Эта программа обмена действовала вплоть до распада СССР, катастрофического события, которое в итоге, если не сразу, привело к тому, что можно описать как чрезмерный энтузиазм в стремлении нажиться на уходе России из-за Кавказья. Этот регион, включающий в себя три советские республики, Армению, Азербайджан и Грузию, был малоизвестен на Западе, за исключением небольшой группы ученых-специалистов, вроде тех, что были указаны мной ранее. Когда новый генеральный секретарь коммунистической партии Михаил Горбачев внезапно назначил лидера грузинской партии Эдуарда Шевернадзе министром иностранных дел СССР в 1985 году, западные канцелярии, которые раньше считали за Кавказией сонным, не играющим важной роли захолустьем, пришли в замешательство, судорожно пытаясь отыскать все, что возможно об этом человеке и его политической карьере в Грузии с 1972 года. Но настоящий всплеск интереса, конечно же, последовал за обнаружением огромного резерва залежи нефти в Каспийском море, который раньше считали практически истощившимся. Из-за нелепой многолетней политики Америки по отношению к Ирану и продолжающемуся конфликту за Нагорный Карабах, трубопровод в турецкий порт Джихан должен был быть построен через Грузию, что значительно повысило престиж этой страны, хотя имидж шеварнадзе уже начал ухудшаться. Итак, мы снова наблюдаем важность торговли, особенно нефтью, как определяющего фактора западной политики наряду с возможностью расширить влияние Запада, в первую очередь США, в регионе, расположенном поблизости от всегда проблематичного Ближнего Востока. Военный аспект западных интересов прекрасно сочетался с часто провозглашаемой Михаилом Саакашвили целью получить для Грузии членство в НАТО. Саакашвили добился расположения в особенности от США, отправив грузинские войска как в Ирак, так и в Афганистан, на пути к которому Грузия является удобным мостом. При этом ее удобное расположение может пригодиться и в случае каких-либо действий против Ирана. Основой еще лучших взаимоотношений с Тбилиси послужило решение в 1992 году признать Грузию в ее советских границах. Решение, которое, если учитывать плачевное состояние распадающегося на тот момент государства, должно быть было подсказано ничем иным, кроме как уважением к Шеварнадзе, которое он приобрел, пребывая в должности советского министра иностранных дел. В этой лекции на общую тему об иностранных интересах на Кавказе я попытался продемонстрировать, какую роль в течение столетий играли комментаторы из других стран в формировании нашего знания и понимания этого региона, а также какой вклад они внесли в правильную интерпретацию задач, поставленных в их исследованиях. Я упомянул, как Шифнер установил стандарты для лингвистического новоописания местных языков и как тщательные отчеты, издаваемые им и другими, например, Услором, помогли лингвистам лучше изучить такой феномен, как ирогативность, нетипичную для индоевропейских языков. Какое-то время в определенных ученых кругах Тбилиси и среди местных лингвистов кавказоведов, обучавшихся там, была популярна теория о том, что все коренные кавказские языки произошли от одного общего предка. Хотя, как было сказано, Детерс в первую очередь интересовался картвельскими языками, в 1955 году он опубликовал важное исследование, в котором убедительно доказал, что такое предположение ошибочно, что помогло опровергнуть эту ложную гипотезу. И теперь всемирно признано, что картвельская языковая семья не имеет генетического родства с северокавказскими языками. Всем очевидно, что на Кавказе существует множество проблем, требующих решения, и надо надеяться, что ученые смогут сыграть определенную роль для достижения этого. Конфликты, возникшие здесь при распаде СССР, привлекли ряд организаций различного рода, например, экспертов по урегулированию конфликтов и гуманитарной организации. Но вопрос состоит в том, насколько они или те, кто принимают решения, то есть политики в западных столицах, понимали или понимают природу противоречий, в разрешение которых они вовлечены. Я уже 21 год твердо убежден, что решение признать Грузию в ее советских или, давайте говорить прямо, сталинских границах, было ошибочным и основанным на незнании внутренней ситуации в стране. Хотя я приехал в Грузию, Абхазию как лингвист, впоследствии я заинтересовался политикой и всегда надеясь, несмотря на многочисленные свидетельства обратного, что изучение фактов должно помочь принятию правильного решения в той или иной сфере деятельности, я с 1989 года задался целью публиковать то, что, по моему мнению, является точной информацией об Абхазии и конфликте с Грузией. И моим новейшим вкладом в этой связи стало вот это. Это моя последняя книга, изданная ранее в этом году в Голландии, «Противоборствующие соседи. Переоценка грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского конфликтов». Наконец, я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы еще раз подтвердить мою убежденность, что более активное взаимодействие западных ученых, политиков, научных учреждений и коммерческих компаний с Абхазией необходимо для того, чтобы лучше понять эту страну и помочь ей восстановиться от последствий войны 1992-1993 годов и последующих тяжелых лет ради всех жителей Абхазии и, конечно, ради соседей этой республики. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мой вопрос состоит из двух частей. «Первое – это как вы думаете, есть ли будущее у нашего языка? И второе – что мы должны сделать, чтобы наш язык не вымер?» Ну, я надеюсь, что у вашего языка есть будущее, и это полностью зависит от вас, как носителей языка, обеспечить ему существование. Я уверен, многие здесь присутствующие знают, что, отвечая на подобный вопрос, заданный мне раньше здесь в Сухуми, «Как мы можем сохранить наш язык?» Я всегда отвечал… Мой следующий вопрос – «Как вы думаете, как наши отношения с Грузией и Россией будут развиваться в будущем?» Сложно ответить, как они будут развиваться. Я уверен, все задаются этим вопросом и все хотели бы знать ответ. Я думаю, первое, что нужно сделать для улучшения ситуации здесь, в Абхазии, чтобы так называемые друзья Грузии, западные страны, которые считают себя истинными друзьями Грузии, должны убедить грузинские власти признать Абхазию. Кстати, в одной из рекомендаций моей книги говорится, что нам нужно шесть государств за Кавказией, а не три. Нужно, чтобы Абхазия, Нагорный Карабах и Южная Осетия были признаны. И тогда есть надежда, что между Абхазами и грузинами, грузинами и Юго-Осетинами, армянами и азербайджанцами восстановятся нормальные отношения. Мой вопрос в том, каково восприятие Абхазии на Западе, и какие основные мифы об Абхазии существуют в западном сознании, которые нужно разрушить нам самим или с помощью наших друзей в мире. И что самое важное в плане истории и всего прочего, что люди на Западе должны знать о нас, что помогло бы нам преодолеть так называемую изоляцию и получить международное признание. Вот в чем состоит мой вопрос. Спасибо. Вы спрашиваете о массовом восприятии или предубеждениях на Западе об Абхазии, но главная проблема в том, что большинство людей на Западе не знают об Абхазии, ни как о стране, ни как о проблеме, требующей решения. Если говорить о том, что можно сделать, хотя я сам не пользуюсь Facebook или другими социальными сетями, я уже не в том возрасте, но мне кажется, что, возможно, с помощью контактов на Facebook вы молодые люди, которые пользуетесь этим ресурсом, у вас есть знания об Абхазии и ситуации здесь, вы можете добиться многого. Обычно, если люди приезжают на Кавказ по разным причинам, они едут в Грузию и узнают о местной ситуации через грузинскую призму, что, конечно же, невыгодно Абхазии. Вы должны бороться с этим. Многих людей отговаривают от приезда в Абхазию, ни до их государств. Вы должны делать все, что в ваших силах, и то, что я пытаюсь делать уже 24 года. Представляете страну, представляете ее имидж. Кто такие Абхазы? Каковы исторические доказательства, что Абхазия не часть Грузии? Почему невозможно рассматривать возвращение Абхазии в Грузию? И делайте все возможное, чтобы люди приезжали сюда и сами видели ситуацию. Много раз за эти годы я встречался с иностранцами, приезжающими сюда, которые знакомились со мной, читали мои труды. И часто они говорили, «Удивительно, мы приехали сюда и через Грузию, и Абхазия совсем не такая, как нам внушали». В Грузии нам говорили, что здесь криминальный режим, что Абхазия оккупирована, что людям с Запада опасно быть здесь. Но жизнь здесь совсем не такая. Таким образом, вы должны убедить как можно больше людей приехать сюда и самим увидеть ситуацию. Это, конечно, долгая и сложная работа. В последнее время есть достижения. Например, Министерство иностранных дел создало очень хороший сайт на различных языках. Все это важно для распространения информации и правды об Абхазии. И я призываю вас делать то, что в ваших силах, через собственные контакты в социальных сетях. Мой вопрос – какая реакция была в Великобритании после признания Абхазии и Южной Осетии? И какое отношение к Абхазии сейчас? Я был здесь в Абхазии в день признания, так что я не был в Великобритании, если говорить о последовавшей реакции. Но, в общем, как известно, из-за признания Грузии в 1992 году, как я уже говорил, комментаторы, политики, министры иностранных дел на Западе все неоднократно заявляли в течение последних пяти лет, что, признав эти два государства, Россия нарушила международное право. К сожалению, таков общий взгляд главных игроков, что Россия была не права, приняв такое решение. Но Россия в ответ неизменно заявляет, что не намерена менять свою позицию. Таким образом, решение в следующем. Я часто говорю, что, пытаясь распространить правдивую информацию об Абхазии, я словно бьюсь головой о кирпичную стену. И я призываю вас присоединиться ко мне в попытках пробить эту стену. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу интересную лекцию и за ваш абхазский язык. Я всегда рад, когда слушал вас. Сложно ли было выучить его? Я хотел бы спросить вас о нашей внешней политике в Великобритании. Что было достигнуто в наших отношениях с Великобританией, так как я знаю, что вы являетесь послом Абхазии в Великобритании? Я хотел бы сказать, что моя роль не столь значительна. Были времена, когда меня приглашали на приемы в МИД в Великобритании, но это прекратилось где-то в 1990-х годах, так как мои взгляды не особо приветствуются в Министерстве иностранных дел. Таким образом, я не могу сказать, какую роль я сыграл. Как мы знаем, ваша книга о ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Сложно ли было найти издательство в Великобритании, чтобы опубликовать ее? Да, да, было сложно. Меня попросили где-то в 2008 году из издательства в Кембридже, у которого есть серия под названием «Горячие точки», написать книгу о Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Я предупредил их о моих взглядах и что я являюсь представителем Абхазии, и их это устраивало. Таким образом, я написал эту книгу. Я должен был предоставить рукопись в декабре 2010 года. Я послал им рукопись, хотя ее объем в два раза превышал оговоренный в контракте. Но через три месяца я получил ответ. Если вы хотите, чтобы вашу книгу опубликовали, вы должны на 50% сократить количество слов, и вы должны использовать более сбалансированный подход при рассмотрении абхазо-грузинского вопроса. Также вы должны убрать комментарии о себе, там слишком много информации о вас лично. Я отказался, сказав, что хочу опубликовать книгу в том виде, в каком она есть, и не готов выполнять их рекомендации. Их ответ был, что в таком случае они отказываются ее опубликовать. Тогда я стал обращаться с этой рукописью в другие издательства в Великобритании, и в итоге обратился в Брилл, известное издательство в Голландии. И через какое-то время, после, опять же, рекомендации изменить некоторые акценты и так далее, они согласились напечатать ее. Вы говорили об использовании таких средств, как интернет, фейсбук. Я сам член диаспоры. Могли бы вы посоветовать что-либо людям из Абхазии, чтобы, например, они общались со своими родственниками из диаспоры в Турции и других странах? Поможет ли использование таких современных средств, как, например, интернет и фейсбук к признанию Абхазии? Да, так как учитывая, что в Турции живет больше этнических Абхазов, чем в самой Абхазии, потенциальная роль диаспоры очень важна. И чем больше связей вы установите, тем лучше. Так что я с вами согласен. И здесь с присутствующими вы можете обменяться адресами, электронными адресами, фейсбук-адресами. Кстати, это мой старый друг, этнический убых из Турции. Он присутствовал на моей инаугурационной профессорской лекции в Лондоне в 1999 году, и позвольте мне представить его. Я думаю, он будет рад, если вы свяжетесь с ним с помощью упомянутых средств. Ну, я же говорила, что здесь очень много активных молодых людей. Активные, правда же? Мы понимаем, что живем в очень сложном мире. Осознаем, что не мудрость правит миром. Иначе нам не приходилось бы доказывать и доказывать, что мы не чужие. Я недавно вспомнила Искандера, Фазиля Искандера, который очень много говорит об уме и мудрости. И он говорит, что для мудрости принципиально нет чужих. К сожалению, поскольку то, о чем говорит этот мыслитель великий, пока еще не произошло в этом мире, в человеческом сообществе нам приходится доказывать, что мы на этой земле и в этом мире, в этом сообществе, международном сообществе не чужие. Я это говорю, потому что вы говорили о том, что мы должны о себе говорить, заявлять, информировать и так далее, и так далее. Спасибо вам огромное за последовательность, за преданность науке, за профессионализм, за принципиальность и смелость в науке. Спасибо вам за отношение к нашему народу, нашей стране, за ваш неустанный труд, за то, что вы всегда с нами, и за то, что вы очень настоящие. Спасибо огромное. Эта лекция профессора Джорджа Хьюита должна была состояться гораздо раньше. Но произошло, к сожалению, вот таким образом, но тем не менее, я сегодняшнего дня могу гордиться тем, что вы были за этой кафедрой, что вы были на нашей кафедре. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. Спасибо. Спасибо.